В этом году в регионе будет проведена большая работа по развитию туристской навигации. В первую очередь планируют установить информационные стенды и указатели достопримечательностей во Владимире, Гороховце и Суздальском районе. На это из областной казны выделят 3 миллиона рублей. Одной из проблемных зон Елена Перескокова обозначила детский туризм. В целях его развития на прошедшем экономическом форуме был подписан трехсторонний договор между администрацией 33 региона, Федеральным агентством по туризму и Российским союзом туриндустрии об участии в проекте «Живые уроки». Этот проект как раз поспособствует тому, что дети смогут увидеть очень много нового и узнать свой край, свою страну. Потому что формирование туристско-экскурсионных продуктов производится по определенным требованиям, нормам. Благодаря этому дети смогут увидеть, узнать вживую, то есть познакомиться с тем, что им рассказывают в школе. «Живые уроки» – это визуализация учебных программ. То есть в области будут проводить образовательные экскурсии по истории, географии, биологии, литературе, физике, химии и другим предметам. Помощь в развитии детского туризма окажет государство. В этом году на эти цели из федерального бюджета выделили 300 миллионов рублей. Часть денег пойдет на то, чтобы привезти на экскурсии в 33 регион более 10 тысяч детей. Особое внимание будет уделено городам Золотого кольца. К слову, не останется в этом году без внимания гастрономический, паломнический туризм, а также эко- и агротуризм 33 региона.